Я рад, что вы сегодня с нами. С вами пастор Генри Мадава, в эфире «Голос Победы». Мы к вам из Киева. Киев – это центр земли. Ну, конечно, кто-то скажет, ой-ой, опять начали. Но вообще-то Киев – важный город. Это город пробуждения, оживления. Дело в том, что здесь и Андрей проповедовал апостолу и так дальше. Поэтому я так рад, что я нахожусь в городе Киеве. Но самое важное, я рад, что Иисус мой Господь. И я думаю, вы тоже. Если вы уже христианин, наверное, вы счастливы, что Иисус ваш Господь. И Он делает столько хорошего в нашей жизни, что мы счастливы. И мы празднуем Иисуса каждый день. Ну вот, оказывается, при всем этом бывают нестабильные времена. Вот как один человек сказал, вроде бы я верю, хожу с Богом. И потом раз, какая-то нестабилность. Первое. Нестабильность – это на уровень чего, да? Это не в духе. Но в любом случае, во время нестабильности, когда все неровно, держись за Господом. Почему? Он в это время поднимает тебя вверх. Но надо, чтобы ты держался. Давайте послушаем эту проповедь. Сегодняшняя проповедь – держись за Богом в нестабильных временах. Бог поднимает тебя вверх. Заметите, что нестабильные времена – это не проклятие. Это не Бог забыл, что мы есть. Не бывает нестабильных времена, о которых Бог не в курсе. Такого нет. Даже самая маленькая нестабильность в твоей жизни, в каком-то маленьком направлении – Бог в курсе. Бог знает. И Бог имеет план. Скажи да, амин. Нестабильные времена, трудные времена всегда являются точкой поворота. Такие времена, первое – это момент, когда легче принимаются решения. Что делать, куда идти. И легче такому человеку дать себя, видеть лишь от Бога. Я помню, разговаривал с одной сестрой. Я ей говорю, тебе надо пойти к врачу. Она говорит, да я пойду. Так я пойду. Так я пойду. Я однажды потерял сознание дома. Вы знаете, как она быстро приняла решение пойти к врачу? Мигом. Трудные времена иногда заставляют нас принимать решения. Второе. В это время душа человека гораздо искреннее и легче меняется и кается. Я много общаюсь с людьми. И удивительно, что бывают люди недоступны. Вообще. Они короли и королевы. Попробуешь ему что-то или ей подсказать. Ни в какую. Но когда приходят сложные моменты в жизни, они вдруг искренние. Третье. В это время возвращаются оригинальные ценности в жизни. И даже по отношению к Богу. Бывает такое. Семьи мужи и жены ссорятся. И потом возникает трудное время в доме. Кто-то заболел. Что-то произошло с кем-то из них. Вы заметили, как удивительно, вся обида на него или на нее. Все это внутреннее, что было, исчезает. Вдруг. Ой, дорогой, только не болей, не умри. Я буду всегда дорогая. И вдруг ценности поменялись тут же. Из-за того, что трудные времена, они каким-то образом влияют на наши ценности. Отношение к Богу и ко всем. Вот Библия говорит, Филиппийцам 2 глава 5 по 11 стих. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Но уничижил себя самого, приняв образа раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти смерть крестная. Поскольку и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Дабы перед именем Иисуса преклонились всякое колено небесных, зимних и преисподних. И чтобы всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Заметите, временно труднее рождать чего-то большое. Наш Господь Иисус добровольно, исходя из того, что мы читали, добровольно, по собственному желанию, по решению из-за Его любви к нам, Он уничижил себя. Он был Богом, и Библия говорит, на этом не остановился. Он также умер на кресте. Это очень тяжелый момент. Он мог бы выключить эту боль, если он хотел, ведь он Бог, но не выключил. Он полностью все перенес. И что произошло из-за этого? Он воскрес из мертвых. Едва Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. И теперь, благодаря этому, мы с вами посажены на небесах во Христе Иисусе. Потому что Иисус прошел через трудное время, перенес спокойно. Теперь мы с вами царствуем Иисусом Христом. Заметите, тяжелые времена, если мы держимся за Господом, что-то лучше из этого выходит. Я в восторге от личности по имени Руф, потому что Руф смогла войти в свое предназначение во время или из-за трудных времен. Трудные времена пришли в жизни Руф, но вместо того, чтобы как женщина она развалилась, потерялась, саможалость навеки, конец, все. Потому что она смогла входить в свое предназначение во время тяжести, в сложных временах. Три важные пункти, которые я хочу вам показать. Первое. Не важно, что ты встречаешь в жизни, какие были сложности, что произошло, когда, где, с кем. Это не приговор. Это не конец. Не став точку на свою жизнь внутри себя. Ставь, пожалуйста, запятая. Это пауза была. Это был просто промежуток. Это не конец света. Есть жизнь после запятая. Есть жизнь после трагедии. Есть жизнь после удара. Есть жизнь после сложности. Есть полноценная жизнь. Книга Руф. Первая глава, второй по седьмой стих. Библия говорит. Имя человека того Елимелех. Имя жени Ноемин. А имена двух сынов его Махлон и Хиллион. Они были ефрофяне из Вифлеема, иудейского. И пришли они на поля Маовитские и остались там. И умер Елимелех. Муж Ноемин. И осталась одна с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из Маовитянок. Имя одной Орфа, а имя другой Руф. И жили там около десяти лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хиллион, умерли. И осталась та женщина после обоих сыновей своих и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Маовитских. Ибо услышала на полях Маовитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из этого места, из того места, в котором жила и оба снохи ее, и с нею, когда они шли по дороге, возвращая в землю иудейскую. У Руф умер муж. И теперь она вдова. Ее ожидания Руф семейной жизни разбились. То есть, это не те ожидания. Это очень для нее трудное время. Разные люди по-разному к этому реагируют. Некоторые разваливаются. Уничтожаются. Наверное, у Руф был вопрос. Внутри головы. Возможно, не озвучивала она, но было у нее вопрос. Почему так со мною? В такие моменты легко приходит грусть, прессия, сломанность. И даже можно потерять себя. Это был ее момент поворота. Ее ждало в Божьем плане предназначения быть прабабушкой царя Давида, царя Соломона. Быть прабабушкой Господа Иисуса Христа. Но она об этом еще не знает. Она только знает удары поезда. И ничего более. Поэтому давайте же посмотрим на то, как Руф решила вопрос и вышла правильно. И научимся, и повторим те же принципы, которые она делала. Скажите со мной Амин. Второй пункт. Качества необходимые, чтобы пройти трудные времена. Руф первая глава 8 по 18. Я буду там не все читать, а быстро очень. Но Амин сказал двум снохам своим. Пойдите, возвратитесь каждый в дом матери своей. Сотворит Господь с вами милост, как вы поступали с умерщими со мною. И дадаст вам Господь. Короче, Руф пытается говорить, вернитесь домой. Пусть Бог даст вам новых мужей. И сказал, до свидания. Поцеловала. Они начали плакать. Они сказали, нет, мы с тобой пойдем. Одиннадцатый. Но Амин сказал, возвратитесь, дочери мои. Вы что? У меня больше сыновей нет, чтобы вам дать в мужа. И она начала там жаловаться, что Бог уже со мной так поступал. Поэтому даже если бы я родила, начал рожать, вы не дождетесь. То можно ли вам ждать? Короче, они подняли вопль. И опять стали плакать. Две женщины. Точка поворота для них обоих. И смотрите, разные решения. Орфа простила со свекровью своей. А Руф осталась с нею. Но Амин сказала Руф, невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты за невесткой твоей. И говорит Руф, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Куда ты пойдешь, туда и я пойду. Где ты жить будешь, там и я буду жить. Твой народ будет моим народом. И твой Бог моим Богом. Восемнадцатый стих. Но Амин, видя, что она твердо решилась, и теснею перестала уговаривать ее. Точка поворота. Это Руф повернул свой взгляд в правильную сторону. Руф принял решение. Где Амин будет, там и я. Где она умрет, там и я умру. Ее народ, мой народ. Ее Бог, мой Бог. Посвященно. И это решение, это был ключ, который открыл ей двери в свое предназначение. Давайте посмотрим на некоторые качества, которые они показали. Первое. Умение принимать твердые решения. В этой жизни нет понятия могу, не могу. Такого нет. Есть понятие хочу, не хочу. Буду, не буду. Второе. У него появилось высокое посвящение Богу и своему лидеру Ноемин. Решение принять можно, знаете, и отменять через час. Решение можно отменять через час. Какое решение принесет результат? Туда, где я добавляю посвящение. Скажите, посвящение. Будет холодно, я тут. Будет жарко, я тут. Будет голодно, я тут. Бог будет меня унижать? Я люблю тебя. С меня будет смеяться? Я с тобою. Будет гонение? Я тут. И готовность идти через сложности, потери, лечения ради живого Бога. Номер три, номер три, последний. Руф оказалась на той стороне. Руф, вторая глава, первый по 12 по 14 стих. Ноемин был родственник, пойму же ее, весьма знатный. ВООЗ. Руф Моавитянка сказала, пойду я на поле и буду подбирать колеса под следом того, кого найду благоволение. Она пошла, пришла и подбирала на поле колеса позади жнецов. И случилось, скажите, случилось, что часть поля, куда она попала, принадлежала ВООЗ, который вначале Бог нам показывает. Короче, она там собрала все. И ВООЗ благословил ее, 5 стих. И сказал слуге, чья это за молодая женщина? Ей сказали, она с мною имени пришла, Моавитянка, 7 стих. И она сказала, будь я подбирать, собирать между снопами. И пришла и находится здесь с самого утра до сели. Мало бывает она дома. Это качество. И вот сказал Руф, хорошо, слушай, оставайся здесь, подбирай здесь, будь со своими, с моими служанками. Она на уровне служанки еще. И, короче, она там была. Ей оставляли там снопы дополнительные. И защита пришла на нее. Не трогайте ее. Хочет передайте ей. Эти все приказы даются, ее нет. Она не в курсе, что идут такие приказы ради нее. Она не в курсе. Она только видит последствия. И вот она пала на лице своей. Короче, она говорит, спасибо, что кто принимает меня. Хотя я и чужеземка. Она тут иностранка. Воза отвечает, говорит, мне сказано все, что ты сделал для свекров твоей. Да воздаст тебе Господь за это дело. Она сказала, да будет. Да буду я в милости перед тобой, очами твоими и так дальше. В конце концов, она пришла, стала его женою, родила ребенка по имени Овид. Руф проявила качества, которые помогли ей не просто перейти на другую сторону, а там состояться. Первое качество, первое качество, инициативность. Скажите, инициативность. Она, никто ее не просил, никто ее не умалал. Пойди на поле. Это она сама пришла и сказала, ну, Эмин, я пойду на поле, где-нибудь подбираться, где дома не буду. Инициативность. Всегда можно видеть человека, который станет большим служителем в любой церкви. Потому что помимо поручения, они берут инициативность дополнительные, которых от них не просят. Второе. Она не только была инициативная, она адаптировалась. Адаптивность. Она сумела в новом месте понять, кто есть кто и как. Надо адаптироваться к тому, куда ты пришел. Кто-нибудь скажите Амин. Ты не можешь снова теперь быть наверху, а ты еще пацанин со двора. Нужно учиться адаптироваться к новому. Руф много работала. Она была не ленивая. Лень может мешать тебе. Когда ты в правильном пути, ты служанка, ты еще не признан, но двери открываются тебе. Двери открываются тебе. И правильные люди начнут обращать на тебя внимание. Благосклонность к тебе. Заметите, это признак того, что это те двери Божьи. Ти туда, куда надо. Потому что не все двери твои. И Руф вошла в свое предназначение. Несмотря на нестабильные и трудные времена. Библия говорит в Матфея 1 глава. С 1 по 6, 16 стих. Короче, цари Израиля все. Со второго царя. Со второго. Первый был Сауль из Вениаминовой. А остальные царя Давида до пришествия Господа. Это уже были дети и внуки Руфи. Все. Притом легендарные они были. Призвание и предназначение. Это не только самому что-то делать. А чтобы за то, что ты сделал после тебя. Другие пожинали благословения от того, что ты делал. 16 стих. И Яков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Руф оставила следы на этой земле жирными буквами. Я здесь жила. Интересно. У нее был шанс оставить жирные буквы. Я была вдова. У нее был другой шанс еще. Я вышла замуж, мой муж умер. У нее был шанс оставить жирные слезы. У нее был шанс. Жирные возвращения к своим богам. Интересно, какие жирные следы ты оставляешь у себя дома, в церкви, в служении, в обществе и в жизни. Важно напомнить. Труднее времена, труднее, но они не вечные. Бог сильнее, труднее времен. Ты с Богом победишь, труднее времена. В конце все будет лучше и сильнее. Не унивай. Продолжай делать добро. Продолжай любить Бога. Продолжай ходить с Ним. Продолжай быть посвященным. Даже когда твое тело не согласно. Или твоя душа не согласна. Продолжай. Вы знаете, мне нравится, как написано в Библии, кто будет держаться до конца, тот получит награду. Важно в жизни уметь держаться. Трудно, тяжело, больно. Держись. Если вы, когда не будет, занимались спортом, бывает такое, когда уже так больно, а я сразу себе говорю, вот начинается боль, начинается развитие. Все, что было до этого, это было просто себе разминочное. А теперь, когда боль появилась, значит, начинается развитие в мыслях. Поэтому как раз нужно держаться в этот момент и продолжать. В жизни нельзя сдаваться. Сдаваться – это для слабых людей. А я знаю, что вы не таковы. Поэтому вы сил не держите за Господом. Даже когда вдруг пропустил болезнь или что-то еще, и у Бога есть решение. Я кажется, что бы вы видели несколько свидетельств людей, которых Бог исселил. Хотя, казалось бы, дьявольское поражение пришло. Особенно одна женщина. У нее там паранойя. Это бывает у многих людей. Особенно в постпандемических времен очень много паранойи появилось у людей. Но у Бога есть решение. Давайте посмотрим эти свидетельства. Пожалуйста. У Виктории уже год было защемление шейного отдела. И во время молитвы она почувствовала, как стало горячо. И она получила исцеление. Шейный отдел болел. Да. Как давно? Ну, год назад где-то. Год. И сейчас что случилось? Ну, я почувствовала, как резкая боль ушла, и появилось такое облегчение, как вот... В какой момент? В молитве. Во время молитвы? Да. То есть молитва работает. Работает. Спасибо тебе, Господь. У Ирины с 25 лет паранойя. Ей кажется, что ее преследуют. И во время молитвы она получила эмоциональное исцеление. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Пойдите ко мне, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. То есть у вас чувство паранойи, что вас преследуют. А когда это началось? С 25 летом я начал. Посмотрите. А, ну, ладно. И что случилось в время молитвы? Свобода. Как вы ощутили? Как вы оценили? Легкость пришла. Легкость. То есть пришла легкость. И тот ноющий страх, что вас преследует, ушло? Да. То есть у вас сейчас это нет? Нет. А как врачи сказали, с чего этого? Это было от чего? Ну, так уже сильно не разбирались. Там стресс. Стресс? Да. Это уже много лет? Да. Пять, десять? С 25 это уже больше. С 25 лет. Это давно? Давно. Господь, благодарю Тебя за это. И, Боже, не только ей, а много людей, которые чувствуют преследование в жизни. Каждому дай свободу от этого. Имя Иисуса. Аминь. И я так рад, что Бог исселяет любые болезни, и физические, и душевные. И я сегодня хочу помолиться за ваше исселение на духовном, и на душевном, и на физическом. Но сначала начнем с духовным. Духовно – это когда мы рождаемся свыше. Принимаем Иисуса, и Он становится нашим Господом. Если вы желаете сегодня получить жизнь вечную, прощение грехов, помолитесь со мной эту молитву. Скажите, Отец Небесный, прости меня все мои грехи. Господь Иисус, войди в мое сердце, и будь моим Господом во имя Иисуса. Аминь. Я поздравляю вас. Если вы помолились эту молитву искренне, ваши грехи прощены. Теперь хочу помолиться за чудо на уровень тела и на уровень души. Возложите руку вашу, там, где болит тело, или сердце, если проблема в душе. Отец, я благодарю Тебя, что Ты Бог, Который творит чудеса. Во имя Иисуса я приказываю физические болезни уйти, душевные болезни, навязчивые мысли, депрессию, и все остальное, похожее на это, я приказываю, чтобы оно полностью ушло и удалилось от человека. Во имя Иисуса. Аминь. Я поздравляю вас. Если вы верили и ожидали, благодарите Бога и начнете делать то, что вы раньше не могли делать. Мы вас очень любим, потому что Иисус Христос любит вас. Иисус Христос